МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат Госсовета Чувашской Республики, лидер фракции ЛДПР Андрей Васильевич Кулагин. Здравствуйте. Заместитель председателя Госсовета Чувашской Республики, депутат Госсовета от партии «Единая Россия» Анатолий Пантелеймонович Князев. Добрый день. Депутат Госсовета Чувашской Республики, лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Юрьевич Маляков. Добрый день, уважаемые телезрители. В 2003 году был принят федеральный закон номер 131 об общих принципах развития местного управления. И он, в принципе, положил начало реформе местного самоуправления у нас в России. Есть такой термин. Местное самоуправление – это система организации деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории. Вот с вашей точки зрения этот термин не устарел. И если сегодня давать новый термин, что такое местное самоуправление, как бы вы его охарактеризовали? Давайте начнем с вас. Местное самоуправление – это экономико-политические гарантии существования людей на определенной территории. Дмитрий Борисович. На мой взгляд, местное самоуправление – это та группа очень интересных людей, которая зажата между реальными проблемами населения и республиканской властью, которая зачастую не выделяет необходимого финансирования для того, чтобы эти проблемы решить. Андрей Васильевич. Ну, я считаю, что местное самоуправление – это в первую очередь, наверное, это наши люди, которые организовывают свою какую-то жизнь при помощи депутатского органа, исполнительного органа. Те люди, которые хотят сегодня, допустим, создать то качество жизни, которое бы их устраивало. Анатолий Пантелеймонович. Я думаю, что термин он не устарел, который был обозначен незначально в законе в 131-м, принятом в 2003-м году. Термин сохраняется. Это именно имеет территорию, имеется в виду территория, граждане. Если я правильно назову цифры, если более 900 человек на территории, то имеет право создать муниципальное образование по своей ответственности. Понятно. Игорь Ильич. Ну, это место, где встречается власть и встречается народ. У власти может быть зверское лицо и, соответственно, реакция народа. У власти может быть никакое лицо и тоже соответствующая реакция. Но власть может все-таки отнестись к населению более или менее благосклонно. То есть, к более человеческое лицо. Да, более человеческое лицо. И мы собрались здесь как раз для того, чтобы обсудить, как сделать так, чтобы лицо было человеческое. Понятно. У органов местного самоуправления много полномочий в решении вопросов местного значения. А вот финансовой поддержки, как мне кажется, маловато. За 10 лет действия федерального закона, практически круг этих вопросов, с 60 вырос, больше 100 он стал. С вашей точки зрения, какие поправки необходимо внести в закон, чтобы как-то ситуация поменялась? И вот нынешние поправки, которые были 20 мая, они как-то поменяют? Кто будет первый? Давайте я начну коротко. Реформа местного самоправления идет постоянно. Как началась в 2005 году, так, по-моему, и не прекращалась до сих пор. И полномочий в какой-то момент становится больше, в какой-то момент меньше. Мне кажется, нужно на определенном этапе поставить точку и выработать небольшое количество полномочий, которые действительно должно быть, соответственно, права и обязанности у местного самоправления. А все остальные полномочия определить так. Если эта полномочия делегируется, то оно должно обеспечиваться финансово. Вот те законопроекты, которые сейчас принимаются, есть такая идея, все-таки закончить это законом о финансовых гарантиях деятельности местного самоправления. Если такой закон будет принят, то работать депутатом в муниципальных образованиях главам будет намного проще. Я полностью согласен с Александром Ивановичем, но есть беда в том, заключается, что государственная власть совершенно не заинтересована финансированием местного самоправления. Финансирование, финансовый поводок для местного самоправления, который сейчас существует, он очень важен. Ведь именно местное самоправление организует выборы, все уровни выборов. И поэтому, конечно же, надо держать на коротком поводке эту систему власти. И поэтому, как бы мы ни хотели, до тех пор, пока вот эта система власти будет сохраняться, финансирование местное самоправление не получит. Их будут держать на коротком поводке, потому что требуется изменить нынешний подход, требуется изменить монополию одной партии власти на осуществление государственной функции. Только после этого местное самоправление сможем нормально реформировать. Вы согласны с коллегами, Андрей Васильевич? На самом деле, я бы хотел больше поговорить сейчас не о местном самоправлении, а о бюджете. И вспомнить, что такое бюджет. Бюджет, по сути дела, это авоська с деньгами. Те деньги, которые туда поступают двумя способами, это или собственные доходы, которые исполнительный орган администрации туда их складывает, или это те жители, которые платят налоги и которые, соответственно, пополняют этот бюджет, то есть эту авоську. Анатолий Пантелеймонович, как председатель комитета по бюджету, что вы можете сказать? Когда принимали закон, я не буду скрывать, я был в работе группы в Привозском округе, мы выступали в Москве, был глава города Арзамас, Нижнего Новгорода, и я глава Чебоксарского района. Мы много хотели внести свое туда, но, к сожалению, не услышали, торопились принять данный закон. Мы спрашивали, почему вот так сильно торопились, надо же посмотреть, надо послушать нас, что мы говорим, главы там муниципалитетов. Ну, говорят, ну, я не знаю, насколько правда, говорили, что мы быстрее должны войти в Евросоюз. И главным условием Евросоюза было именно принятие вот этого закона. Закон был сырой, автор Дмитрий Козак тогда. Я лично разговаривал даже с человеком, кто печатал этот закон в Москве. Получилось так, высказывал свои претензии. Вот было много ошибок, даже грамматических в этом законе. Вот в течение 10 лет мы исправляем ситуацию, меняем, уже 60% статьи поменяли в этом законе. Конечно, по-разному было, и разные схемы работы, даже по этому закону я скажу. Когда я начинал, это был 2001-2002 год, январь месяц, я работал в качестве главы самоуправления, а проходил выборы, стал депутатом в районе собрания депутатов, и из состава депутатов меня избрали главой. А потом уже в 2005 году я проходил все общие выборы, и уже другая была система, по-другому работали. Был председатель собрания депутатов, глава самоуправления, и был заместитель как председатель собрания депутатов на общественном начале. Проще было управлять, я скажу, проще было управлять территорией. А главы сельские, они были как начальники отделов, они подчинялись главе района. Понятно. Главе района. И управляемость, она была лучше намного. В 2010 году немножко мы наломали дров, скажу, двуглавые муниципалитеты не всегда есть хорошо. Мы об этом поговорим чуть позже. Поэтому, наверное, да, думаю, что слово нужно предоставить. Все время забрали. Вы знаете, вопрос о финансировании самый главный вопрос местного самоуправления. Если взять российскую историю, то самоуправление у нас началось с конца XVIII века. Екатерина Великая ввела жалованную грамоту российским городам. Они беседовали с Дидро, с Денией Дидро. И, собственно, местное самоуправление – это во многом западное явление. Но я хочу сказать о финансах, которые были утверждены потом и в 1864 году, значит, и в 1870 году. Это реформа Александра Второго. Схема была следующая. Значит, 20% шло в федеральный бюджет, то есть царю. Они строили броненосцы, содержали армию и так далее. 20% шло на губернский уровень, губернатору. Но вдумайтесь вот в эту цифру – 60% оставалось местному самоуправлению. И поэтому, вот мы сейчас с вами беседовали, Николай Васильевич Гоголь написал свою бессмертную комедию не о губернаторе. Он написал ее о городначальнике. – Городничем. – Городничем. – Ревиздор, да. Почему? Потому что там были деньги. Ну, к сожалению, соответственно, были и возможности злоупотреблять. Кстати, тогда в состав России входила Польша, входила Финляндия. До сих пор в Финляндии, и они Александру Второму за это благодарны, сохраняется такая схема. Местное самоуправление – 60%. У нас сейчас, вот говорят, самоуправление, на самом деле его практически нет, потому что в местном самоуправлении нет средств, нет денег. И поэтому все вот эти разговоры, они остаются, значит, пустыми. Ну, два основных источника дохода бюджета местного самоуправления – это налог на землю и это налог на имущество физических лиц. Вот на территории живут гениальные люди. Они зарабатывают деньги, но налоги оставлены такие, которые, собственно говоря, с течением времени от работы, от деятельности людей, живущих, они не меняются. Да, ну что, ну вот участок земли, вот с него налог, да. Или имущество физических лиц. Поэтому, если мы говорим о местном самоуправлении и о его перспективах в дальнейшем, то мы в обязательном порядке должны вносить изменения в налоговый кодекс и дать возможность местному самоуправлению получать деньги с тех налогов, которые действительно динамичны. Много говорят о поддержке местного товаропроизводителя. Ну, а если смотреть в реальной жизни во всех городах, вот даже вот у нас в Чебоксарах, да, засилие федеральных сетей. Александр Иванович, вот как вы считаете, что можно сделать, чтобы федеральных сетей было чуть поменьше, и мы все-таки развивали наши какие-то свои вот магазины, может быть, торговые сети? Ну, для гражданина, потребителя, наличие в федеральной сети – это, в принципе, неплохо. То есть есть выбор. Я могу пойти в карусель, в магнит, могу купить в своем местном магазине. И человек в данной ситуации голосует кошельком. Где ему выгоднее, там он покупает. Но вот с точки зрения развития экономики республики, здесь, безусловно, для Чувашии выгодно, чтобы развивались наши предприятия. Здесь вот уже зависит во многом и от депутатов госсовета тоже создать преференции, создать возможности для того, чтобы наши предприятия были конкурентоспособны. Дмитрий Борисович. На мой взгляд, федеральная сеть – это, конечно, зло. Большое зло. Во-первых, качество продуктов, качество продаваемого товара там крайне низкое. Во-вторых, это серьезная проблема с входом в эту сеть, когда наши производители, производители качественной, хорошей продукции, они просто не могут из-за поставленных барьеров войти и продавать там нормально свои товары. Но в то же время нельзя сказать, что на местном уровне, как-то на уровне местного управления этот вопрос можно решить. Нет, конечно, нет. Это необходимо решать даже не на региональном уровне, на уровне федеральных законов. Мы должны, несомненно, ограничить возможности для этих федеральных сетей. Местное самоуправление сейчас никакими полномочиями в этом отношении не имеет. Они, если будут препятствовать деятельности сетей, то просто-напросто попадут под действие законов, антикоррупционных и прочих вещей. Их просто привлекут к ответственности. Поэтому сейчас ни местное самоуправление, ни региональная власть, к сожалению, рычагов влияния вот на эту проблему просто не имеет. Андрей Васильевич, как вы считаете, можно изменить ситуацию или нет? Что касается федеральных сетей, я считаю, что это не самая главная проблема, конечно, в местном самоуправлении. Почему? Потому что, во-первых, здесь, если брать, допустим, даже город Чебоксар, но в Чебоксарске основные такие местное самоуправление, они не производят, по сути дела, сельхозпродукцию, которую продают федеральные сети. Они ее только могут, если перерабатывать. Основных проблем, на самом деле, в местном самоуправлении намного больше, и их можно обозначить вот сегодня. Одна из главнейших проблем, которая вот уж и кричит, это бардак с земельными вопросами у нас. Почему? Потому что многие люди, которые более 15 лет уже проживают на земле, они до сих пор не могут оформить свои дома, зарегистрировать собственность. Вот это кричащая проблема, о которой нужно говорить. Вторая проблема. У нас ведь все говорят, но никто не акцентирует внимание. У нас бардак в системе ЖКХ. У нас очень огромный провал там. Управляющая компания себя считает чуть ли не последней инстанцией, чуть ли не законно уже готова писать. Обманывают жителей не на один рубль уже, миллионными. Многие говорят, что мы банкроты, мы не хотим больше работать в управляющей компании. Но ни одна управляющая компания не прекратила свою деятельность и не ушла. По капитальному ремонту, который управляющая компания делает, вот сейчас только приехала из ТОМа-2, общались с сотрудниками, ведь по подложным документам получают деньги за проведение капитального ремонта. Еще ремонт не сделан, акты уже сданы, деньги получены насчет управляющей компании. Вот это кричащая проблема, понимаете. А в федеральной сети, ну... То есть это меньшее зло с вашей точки зрения. По моему мнению, что там в федеральных сетях работают те же самые жители, допустим, города Чебоксара, Ново-Чебоксарска. Это же наши люди там работают, получают зарплату. Проблема для покупателей, для граждан абсолютно не существует. Чем больше магазинов, тем больше выборов для них. Проблема для наших товаропроизводителей. Тут никаких рычагов, абсолютно законных я тоже не вижу, иначе поправит нас федеральное законодательство. Есть моменты, где можно как бы использовать это, нажимать на то, что у нас экологически чистые продукты. Знаем предприятия, кто что производит, они все на виду. И с учетом этого мы должны строить политику вокруг наших предприятий. Других рычагов у нас просто нет. Игорь Юрьевич. Ну, вы знаете, здесь опять же мы упираемся в финансы. И я думаю, что несмотря на наше возмущение, потому что возмущение оно действительно есть. У наших соседей есть торговая сеть Бехетле. Я имею в виду республику Татарстан. И они не совсем, скажем, так сказать, законными методами, но они давят на производителей со стороны, и они устанавливают тот процент продукции, которые они должны принимать от местных производителей. Но этот Татарстан – это сильные люди, это сильная власть. И сильная она во многом потому, что там был Шаймиев, и они сохранили место с управлением, потому что тот же Шаймиев накачивал те же сельские регионы деньгами. У нас сейчас будет усиливаться влияние вот этих сетей. Никуда не денешься. Почему? Потому что абсолютно неразбериха. Вот сейчас мы говорим, почему я упомянул бюджет, о муниципальном имуществе. Вот закон сейчас приняли. Сейчас будут образовываться внутригородские округа. Это значит лишние деньги пойдут. Мы по порядку 10 лет, вот коллеги не дадут соврать, чем занимались? Агломерацией. Эта логика была следующей. Еще Федором заложено о том, что чем крупнее объект, тем он динамичнее и так далее. Сейчас мы приняли закон, который разрушает 10-летний труд по агломерации. Возьмем 50-ю статью закона местностного управления 131. Там есть перечень предприятий, которые никогда не могут войти в собственность муниципалитета. Хотя надо открыть границы с тем, чтобы муниципалитет имел право распоряжаться этим предприятием, получать от них доход. А этого не сделать нельзя. И вот этот новый закон, о котором вы сказали в начале, он абсолютно не решает эти финансовые вопросы. Для Чувашии, для республики, которая, ну, я не скажу бедная, а все время находится на взлете, на старте долгого пути к хорошей жизни. Старт – это хорошо. Да, старт. Но мы все время сидим на этом старте, а к хорошей жизни никак подобраться не можем. Ну вот, значит, как регион такого, значит, плана, при вот этой существующей неразберихе, для того, чтобы прокормить население, вынужден будет пользоваться условиями федеральных сетей. И федеральные сети это прекрасно чувствуют, и поэтому их так здесь много. Александр Иванович, мне кажется, вы хотите добавить что-то. С другой стороны, ведь есть примеры, когда наши предприятия очень неплохо себя чувствуют и в других субъектах, и продают свою продукцию. Тот же окон, тот же букет Чувашии, продукция востребована. Поэтому все зависит от состояния экономики. Если экономика будет на взлете, как Игорь Юрьевич сказал, то, я думаю, тут никакие федеральные сети нам не страшны. Сегодня очень много говорят и очень много критикуют действующую модель органов местного самоуправления, глава, сети, менеджер. Вот с вашей точки зрения, оправдала ли себя эта система, ее плюсы и минусы, Александр Иванович? Ну, в нашей республике есть у нас опыт работы по самым разным системам организации местного самоуправления. У нас был период, когда все главы избирались на прямых выборах населением. Затем мы перешли к другой модели, когда глава уже муниципального образования избирается из состава депутатов, а глава администрации назначается по конкурсу на контрактной основе. Плюсы и минусы есть у каждой системы. И в первую очередь, мне кажется, качество работы органов местного самоуправления зависит не от системы, а зависит от людей, которые там работают. От личных качеств, профессиональных, тех руководителей, которые возглавляют муниципалитеты. И вот в этом направлении, мне кажется, как раз и нужно работать. Дмитрий Борисович. На мой взгляд, и здесь я полностью солидарен с позицией нашей партии КПРФ, местное самоуправление, руководители местного управления должны избираться всенародно. Это власть местного самоуправления, которая наиболее приближена к избирателям, и, конечно же, здесь не должно быть никаких наемных сети менеджеров и прочих вещей. Единственный момент, который, наверное, здесь стоит учесть, это сложная процедура отстранения от руководства, которое было раньше, вот избранного такого руководителя местного самоуправления. Но она достаточно легко... Практически невозможна его... Практически невозможна была по тому действующему законодательству отстранить от власти. Но это же проблема решаемая вполне. Для этого не надо вводить какого-то некого сети менеджера. Эта проблема легко решается, если дать возможность избирателям, как это, кстати, во многих странах есть, просто отзывать избранного главу за утери доверия. Что думает фракция ЛДПР по этому поводу, Андрей Васильевич? Мое мнение такое. По большому счету, в принципе, порядок здесь есть, и главы могут быть как главы избранные, да, которые руководят законодательным органом, не законодательным, а, получается, депутатами, представительным органом, да. И должен быть глава исполнительного органа, глава администрации. Почему? Потому что, в принципе, мы эту систему изучали. Не должно быть так, чтобы в одних руках оказались и деньги, и положение, скажем, правила, кто разрабатывает правила игры. Такого не должно быть. То есть это должно быть два отдельных органа. Единственное, что я вот согласен, было ранее сказано, что нужны кадры. То есть кадровая политика у нас очень сырая сегодня, и, по большому счету, иногда бывает так, что глава города и глава администрации города подменяют полномочия друг друга. То есть это, я считаю, неправильно, это недопустимо. И должна быть четкая политика по отзыву главы администрации того, человека, который, по сути дела, является нанятым работником. Должны быть критерии, критерии определенные, которые он может выполнять или не выполнять. Если человек, допустим, не выполняет те обязательные нормы, которые ему поставлены, конечно, или, допустим, жители города уже не могут смириться с тем, что данное лицо занимает это место, конечно, от таких надо глав избавляться. То есть принимается должное решение об отстранении от должности. А у нас, по сути дела, сегодня вот этого четкого критерия нет. То есть мы человеку дали возможность работы, а ему не поставили какие должны быть критерии показатели. То есть мы вот этого не видим. Анатолий Пантелимонович. Я вот вижу, как бы главная проблема, ошибка того закона, который принимали в третьем году, это была одна модель для всех регионов, для всех муниципалитетов. Не учли, значит, в каком состоянии регион находится, в каком состоянии муниципалитет находится. Мы ровно посмотрели, как будто они все ровные. Несколько этих моделей. А фактически в России, если взять регионы, разница между самым развитым регионом России и самым слабым почти в 8-10 раз. А внутри регионов там еще, может быть, какие-то там моменты возникают. Поэтому в новом законе ушли вот эти моменты. Он очень гибко подходит, дает право регионам решать, проводить выборы глав, избирать из состава депутатов или там еще что-то. И очень много хорошего, позитивного я увидел в измененном законе. Я думаю, что мы будем еще обсуждать, это только начало обсуждения этого закона. Мы сами должны в регионе принимать закон, на основании федерального закона. Я считаю, для глав поселения будет облегчение. Вот те полномочия, которые они не могут выполнять по каким-либо причинам, нехватка средств или еще какие-то причины, они вправе передавать на уровень района. А до этого сейчас, что существует у нас, по соглашению просто сторон. А тут уже закон не будет сказано, обязан принять район, если поселение не справляется. У поселения где-то 14-15 основных функций по работе. Это большой плюс для поселения. И еще другой я увидел, хороший момент вот такой. Для поселения, где менее 100 избирателей, вправе местного населения выбрать главу местную на собрании, в общем собрании. Собрались, проголосовали, избрали главу местной администрации. Это очень просто, легко, не понравился, через полгода собрались и его сняли. Понятно. Дано право решать им. Игорь Юрьевич, вы не раз критиковали эту модель. Ну, не я критиковал. Вы знаете, что закон, который был принят позавчера, был отвергнут всеми оппозиционными фракциями в Государственной Думе. Он прошел, несмотря на различные разговоры, только благодаря тому, что за вот те поправки, которые внесены в 131 закон, проголосовала партия «Единая Россия». А почему мы были против? Потому что самый принципиальный вопрос – а почему вдруг поправки появились именно сейчас? Почему ломается система выборов, допустим, глав города? Сейчас будет вот там несколько районов. Они, значит, как предусматривал в первоначальном варианте, они избирают депутатов, эти депутаты делегируют кого-то в городской, а те там что-то выбирают. В то же время власть прекрасно чувствовала, что все больше и больше населения Российской Федерации говорит – хватит игр, хватит вот этих придурств и хождений. Мы требуем прямых выборов главы города. Мы требуем того, чтобы не было разделения на сети менеджеров, на глав города. Вот человек вышел, он взял на себя ответственность и он начал руководить городом. Вот что в основном требовало все население. Уважаемые коллеги, мы вынуждены отпустить Александра Ивановича на заседание комиссии, а мы с вами, наверное, продолжим разговор. Спасибо. Анатолий Пантельмонович, вы хотели добавить? Ну, я не совсем согласен с сказанным коллегам, потому что, наоборот, вот данная ситуация, измененная законом, не позволяет главе или губернатору сильно влиять на главы районов, городов, потому что есть возможность использовать или выборные вещи главу, или же даже предназначение, я посмотрел закон, там 50 на 50. 50% представителей комиссии будут представлять именно депутаты районных муниципалитетов, 50% от исполнительных властей. А при существующей системе у нас по 30%. По 30% получается 30% госсовет, 30% исполнительный орган региональный и 30% депутат района собрания. Да, большинство муниципалов и потом 30%. 50% муниципалов и 25% исполнительных. Да, 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 таким вот образом. Поэтому все зависит от нас, от нашего подхода, какой вариант мы выберем. Федерация, федеральный центр говорит, вот сами выбирайте, вот мы вам даем право. То есть мы должны проявить активность. Да, да, да. И бдительность. И бдительность. Кадры решают все, мы знаем об этом очень давно, но тем не менее кадровые вопросы как никогда, наверное, сегодня стоят остры. Вот с вашей точки зрения, кто должен работать в муниципалитетах и по какому принципу должны принимать людей туда работать? Дмитрий Борисович. На мой взгляд, работать в муниципалитетах должны люди, которые пользуются доверием населения. Это и есть местное самоуправление. Те, кто авторитетом пользуются у населения, те, кому население доверяет. Сейчас, к сожалению, это зачастую не так. Сейчас это зачастую те люди, так сказать, кому дали полномочия региональные органы власти. Вот дает партия власти команду, вот ты будешь там избираться на депутата. И пошел он избираться. Беда в том, что оппозицию полностью отсекают, еще на уровне выдвижения даже, начинают давить, а на селе это очень легко сделать, начинают давить на наших кандидатов. И поэтому очень часто авторитетные, уважаемые люди, они просто не проходят в органы местного управления, не избираются, отсекаясь еще на уровне выдвижения. Вот поэтому, конечно же, это должны быть люди, уважаемые, получившие доверие населения. И еще раз подчеркиваю, должен быть механизм для того, чтобы, если это доверие утрачено, можно было отозвать избранного депутата, избранного главу поселения. Андрей Васильевич. Вы знаете, вот на самом деле я анализирую последние законопроекты, вот то, что сегодня вносит у нас руководство страны. И мы из этих законопроектов видим, что все-таки власть сегодня понимает, что больше теперь все-таки ставку делают на одномандатников. Анномандатников, то есть депутатский корпус именно из одномандатной системы. И мы видим, списки теперь партийные уменьшены. На Госдуме мы видим, снизились со 100% до 50%. На законодательные органы власти теперь можно там до 25 уменьшить список, получается, партийный. То есть почему это делается? Вот если проводить сегодня анализ, мы четко поймем, что оказывается для того, чтобы у нас появились новые кадры в исполнительном власти, нам необходимо сегодня найти этих людей. А кто у нас по большому счету занимает сегодня эту ступеньку? Это те же депутаты, которые прошли работу с избирателями. Ведь по большому счету человек, когда становится депутатом, он хочешь, не хочешь, уже все равно начинает вникать в эту, скажем, законодательную базу. Он начинает изучать все те проблемные места со стороны закона, понимаете? И это появляются уже люди, подготовленные к исполнительной работе, потому что они знают уже ту проблему с другой стороны. То есть обычно у нас, когда исполнительный орган работает, если у него не было опыта депутатской деятельности, он, соответственно, сегодня смотрит только со стороны того, как у него алгоритм уже есть, и он начинает по нему действовать. А ведь очень много связана работа с нашими жителями республики. Поэтому я считаю, здесь правильный, наверное, идет подход, возврат более к адмандатной системе, для того, чтобы была кадровая лестница, то есть чтобы были подготовленные люди, потому что зачастую, когда политические партии выдвигают свои списки, там очень много появляется случайных людей. Люди, которые не то, что пришли работать на благо избирателя, а по сути дела даже просто которые заплатили за свое место существования в списках. Андрей Пантелеймонович, есть кадровые проблемы у нас? Проблемы есть, я считаю, особенно на селе, в городах еще, конечно, просматриваются. Я не думаю, что вот для других партий там быстро можно найти своих людей, таких ярких личностей. По поводу доверия населения можно по-всякому дурачить людей. Были случаи, я помню, глава поселения ходил плакатами, получился доверием, все за него проголосовали. Через месяц пришел в кабинет и плакал, сидел, ради бога, освободите меня из соотно-долженства. Такой груз обязанностей, куча болезней у меня сразу там появилась, не могу работать. Поэтому тоже надо смотреть и нельзя упускать вот эти моменты со стороны районной власти. Надо следить, чтобы не было таких случайных людей во власти. Однозначно, независимо от партийной предприятий. Я не смотрю на это. Если человек нормальный, ради бога, пусть работа на власть. Я всегда, у меня был такой подход у себя в районе, когда работал. Если хороший, толковый, все, со всех сторон просмотрели человека, конечно, надо дать ему власть. Профессиональные качества прежде всего. Тогда вопрос простой. Сколько у нас главпоселений не из Единой России? Я не анализирую. Вот это ответ на вопрос. Я не анализирую. Я знаю, что где-то процентов 40, что ли, главпоселения у нас ушли, сложили полномочия. Понимаете? Они попали, они думали, там сладко очень, сейчас буду сидеть, командовать. Дали печать, и я буду работать. Вот небольшой случай. Недавно я по проблемам района, значит, в одной, на шленом пункте не было воды. Поехал посмотреть, что там творится. Тоже мне было интересно. Смотрю, там кучка людей собралась. Один яме ковыряется, копает. Я говорю, а где глава посильная? А он кидает, значит, землю вытаскивает, чищает, пробивает там, значит, задвижки всякие разные. Вот в таких условиях приходится работать главам поселения на сегодня. Нет людей. Слава Богу, человек разбирается в сетях, там, имеет какое-то отношение к технике, а если человек не имеет отношения, если там женщина попадает, конечно, намного тяжелее им работать в таких условиях. Анатолий Иванович, ну здесь я не согласен. По сути дела, мы же выбираем глав поселения, а не сантехников, не водопроводчиков. Ну, я говорю, реальной жизни вот так вот получается, ребята, понимаете. Поэтому мы как законодательные органы должны все это изменить. Для того, чтобы было недостойное финансирование, чтобы вы работали профессионалы. Игорь Юрьевич, Игорь Юрьевич. Ну, здесь прежде всего, если брать национальную республику, то глава сельского поселения, деятель самоуправления, как мне кажется, должен быть в основном представитель коренной национальности. Потому что в Чувашии более 60% это Чуваши. И, может быть, это не так важно, но все-таки это очень существенно. Ну, естественно, если ты главный в селе, в деревне и так далее, то ты должен быть абсолютно известен всем. Ну, я приведу пример, опять такой, может быть, не очень обычный. Вот фильм «Челюсти» 75-го года, Спилберга. Это ведь фильм об американском местном самоуправлении. Ну, случилась какая-то беда. Ну, приплыла там акула, могла взорваться бомба. И дальше шериф, то есть деятель местного самоуправления, которого все знают с детства, с молодых ногтей, он начинает решать эту проблему. И вы помните, что фильм интересен тем… У вас сегодня такие аналогии. Ну, ну… От ревизора «Челюсти» мы очень круто за ним пришли. Но фильм-то, помните, как там? Там пришли сразу люди, говорят, слушай, ты тут закрыл пляж, у нас тут, значит, не будет приезжих и так далее. Вот эти проблемы человек может решать только, когда он кровь от плоти, плоти от плоти, значит, вот местного сувеления. И сейчас третий момент. Начались разговоры. Может ли человек, который уперт носом только финансы в деньги и забывает о духовной составляющей, быть главой? Да нет, не может. И поэтому, говоря, да, надо выбирать лидеров, людей, способных руководить, что-то делать с людьми, начиная с молодых ногтей. Извините, октябренок, пионер, комсомолец, дальше пошел и дальше уже они, значит, выявляются. Сегодня, когда, значит, у нас вся земля разделена на пои, все собачиваются там друг с другом, выясняют у кого чья земля, крайне трудно найти действительно человека, который бы это все сделал. А вот раньше, когда людей выдвигали от коллективов, Анатолий Пахимович, коллектив, колхозы, заводов, фабрики, трудовой коллектив, который знал человека с молодых ногтей не просто, что вот он чуваш, что он там умный человек пробивной, но что он еще и работник хороший, и человек хороший, вот тогда действительно более или менее дела шли. И нам придется к этому возвращаться неизбежно, через ряд потрясений и больших проблем. А вот как вы относитесь к такому предложению? Вы знаете, я вот все-таки не согласен. Во-первых, Игорь Юрьевич, а как вы определите национальность человека, если она у нас даже в паспорте не записана? Раз. Второе. У нас все-таки согласно конституции многонациональный народ. И поэтому я считаю, что вот у нас не должно быть такого, что обязательно вот определенная нация должна быть в руководящих должностях, а другая нация не должна быть. У нас очень много национальностей даже на территории Чувашьей республики. И я считаю, что здесь главное профессионализм. Не национальность, а профессионализм. Вот здесь вот я с вами в корне не согласен. Нет, ну здесь абсолютно согласен. Я не сказал же, что вот обязательно, вот как закрепить. Нет, но все-таки было бы желательно, чтобы человек был профессиональный и язык знал. В первую очередь, в первую очередь, я не говорю, что конечно... А что остальное, это уже вторично. А вот как вы относитесь к такой инициативе, чтобы, например, будущих чиновников проверять на детекторе лжи? С тем, чтобы избежать каких-то последующих, дальнейших их ошибок? Я думаю, это все игрушки. Вы знаете, мы, наверное, если так дальше пойдем, то уже, наверное, будем чипы с продаванием вживлять. То есть это не очень... То есть у вас такое вот... Вы единодушны в этом? Нет, это не очень хорошо. Что это не нужно делать? Детектором лжи должно быть мнение избирателей. Вот это основной должен быть детектор лапсид, двойное, тройное. По большому счету, сажая человека на этот стул, проверяя его на детекторе лжи, мы уже ему говорим, что мы тебе уважаем, уже не доверяем. Понимаете? То есть, а здесь не должно быть. Мы, наоборот, должны идти с позитивными мыслями. Пришел к нам человек, профессионал, который хочет работать, поднимать, который завтра улучшит наше качество жизни. Вот главный тренд. Понимаете? А вот буквально вот за вот практический год было возбуждено несколько уголовных дел в отношении глав муниципалитета. Например, Канаш город, Мариинский, Посадский район. Как вы считаете, вот почему это происходит? Вот где вот этот пусковой механизм срабатывает? Здесь вот проблема как раз лежит в корне. Человека поставили, но не научили. Законов много, но по большому счету курсов подготовки даже этих руководителей нет. По большому счету даже вот многие те ошибки, которые совершали эти главы, не из-за своей жадости, а из-за того, что просто нет нормально расписанных алгоритмов действий. По обороту земель, да? В основном вопрос это все с землей. По тем факторам, которые он должен в первоочередные моменты решать. Допустим, случилась такая-то проблема, у него должна быть расписана инструкция, что ему делать. Ведь посмотрите по пожарным мероприятиям. Есть инструкция, человек уже знает, куда бежать, куда звонить и так далее. Он один раз прочитал, он это знает. Для глав поселений такая инструкция, но это представить все законодательство, перечитать, нет такой подготовки сегодня. Поэтому это больше вина не того человека, который бесчестно приступил. Есть такие моменты, когда воруют, действительно воруют. За это, конечно, нужно привлекать. Как вы считаете, можно такую инструкцию составить? Я не согласен с коллегой. Здесь вопрос чисто коррупционный, на мой взгляд. Да, есть там моменты, бывает очень редко, когда просто глава запутался. Или из благих побуждений нарушил закон. Есть такое, да. Давайте согласимся и честно скажем, ведь в основном там корысть. Во всех этих вот делах это в основном корысть, это личный интерес. И проблема здесь как раз в том, что у нас все главы, все руководители назначаются от одной партии. Если бы действительно Единая Россия была бы мудрой партией, она бы сделала все, чтобы и на местном самоуправлении оппозиция была представлена. Потому что оппозиция – это лучшее лекарство от коррупции. Это люди, которые действительно способны высказать свое мнение, будут следить за властью, как она действует и так далее. Вот до тех пор, пока у нас будет формироваться полностью и депутатский корпус, и руководящий корпус из людей от одной партии, тут вот будет беда с коррупцией. Анатолий Пантелейманович. Ну, во-первых, хочу отметить, вот сейчас мы меняем закон, Федорович, да, вот как бы побольше мнений прислушаться значит у местной власти, что они говорят еще, понимаете. Я тоже вот четыре года уже не глава, там все меняется. В сравнении вот с Западом, Германия, я скажу. Вообще вот приняли устав, закон, в течение ста лет ничего не меняется. Ни территория не меняется, они те же, закон один и тот же, да. И у них все по-другому, допустим, да. Есть тоже, есть слабые земли, сильные земли, земли называют не регионы, а земли. Есть закон федеральный, как бы, где сказано, что вот слабым землям помогает не только федеральный центр, там есть вертикальное субсидирование тоже средств, есть горизонтальное субсидирование, более богатые земли делятся со слабыми. Это тоже поддержка, тоже поддержка. И главное, вот, нет постоянства. Конечно, хотелось бы, чтобы мы будем менять закон, чтобы побольше он существовал, подольше существовал, чтобы не допускать ляпцев больших и работать, и чтобы народ понял, что это такое. Просто народ не успевает улавливать. На самом деле, законы меняются. И вот с главами там, с сетями, глава района, глава администрации, порой не знают, кому идти население, кто главнее, кто важнее. В то же время, если взять, кто такой глава района на сегодня, это человек, выполняющий общественную работу. У него ни в трудовой книжке не записывается, что он работал когда-то главой района. Может, где-то доска подсчета, где-то повесит, или музей. А так вот, фактически, невозможно, выполняя общественную работу, командовать район. Фактически, по должности смотреть, конечно, глава района, высший глава администрации, потому что он назначает на контрактной основе, на основании конкурсной комиссии. А что мы имеем? Хотя бы, по крайней мере, или освобожденным их сделать везде. Конечно, это опять финансами пахнет. Мы вот и хотим, вроде бы, сделать, чтобы именно было разделение власти на этом уровне. В то же время, финансы нам не позволяют. Вы правильно, Антон Пантелеймонович, сказали. Ну, сто лет закон, и закон Германии, да? А у нас трижды уже, фактически, а кто меняет? Партии власти. Ну, не меняйте, Антон Пантелеймонович, не меняйте, успокойтесь. Я бы не сказал, что это только партия власти меняет. Жизнь заставляет менять, понимаете, вот ошибаемся. Какая жизнь? И теперь вот по коррупции. Вот Юра Моисеев и так далее. Чего они там не знают? Прекрасно они все знают, и куда руку сунуть было, они прекрасно все это знали. Более того, я хочу сказать, там на местном уровне люди не такие глупые. Но понимаете, какой закон? Если у нас местное самоуправление финансово обделено, то вот закон странный. Чем меньше денег, тем деятели, которые копошатся в этой области, они действуют все более беспринципно, нагло. Они воруют так, что за ушами пищит. И это бывает иногда даже более беспринципно и более беспощадно, чем в высших органах власти. Вот меньше денег, больше безобразия. Как-то получается так. Больше денег, там более, так сказать, вот вещь вся эта респектабельна. Поэтому, когда говорят о коррупции, мы прежде всего упираемся опять в вопрос о совести, вопрос о неустоявшейся системе управления, когда действительно законы меняются, а это дает возможность ловить рыбку в мутной воде. Я вот от фракции «Справедливая Россия» хочу сказать. В 1996 году Россия подписала европейскую хартию местного самоуправления, где сказано, вопросы смены территории, вот то, что сейчас практически делается вот этим законом, почему все оппозиционные партии голосовали против, решается только двумя способами – выборы или референдум. И мы постараемся, постараемся, хотя нам никто не даст и так далее, как в Новочебоксарске было со свалкой, мы постараемся провести референдум в городе Чебоксарах, местной, о том, хотят ли люди из четырех вариантов, которые предлагает сейчас закон, каким образом устроить городскую власть. Ну, времени нет говорить об этих четырех, хотя очень интересная тема. Вот. Или они не хотят. То есть вопрос будет поставлен просто. Вы за прямые выборы мэра? И вы за то, чтобы не было никаких среди мер или нет? Кстати, слабая надежда все-таки остается. Вот те поправки, которые приняты, они дают такую возможность. А хартию европейскую никто не отменял, что действительно проводится по таким вопросам местный референдум. Ну, не отменили. Вот как-то ли забыли, то ли непонятно. Я тоже хочу высказать частичную согласность коллега Андрея Васильевича по поводу коррупции. Не всегда она так голая, как бы, можно рассматривать. Есть ошибки, значит, по незнанию углов районов. Хочу их, как бы, в пользу высказаться. Потому что законы не всегда совершенны. Есть моменты, где даже 10 юристов не могут разобраться, а одному главе надо издать постановление. Там по полгода разбираемся, а в итоге надо подписать. Не подписываешь тоже нарушение закона там в течение месяца, ты обязан принять решение. Подписал, ты уже отвечаешь. А потом суды годами разбираются, в итоге выводят обвинение, что человек ошибся. И не за ошибку, а именно за коррупционный фактор. Понимаете? И были случаи, я знаю, по ряду районов. Уважаемые коллеги, спасибо вам за участие в нашем круглом столе. Мне остается только добавить, что сегодня участие в нашем круглом столе принимали заместитель председателя Госсовета Чеварской Республики, депутат Госсовета от партии «Единая Россия» Анатолий Пантелеймонович Князев, депутат Госсовета Чеварской Республики, лидер фракции ЛДПР Андрей Васильевич Кулагин, депутат Госсовета Чеварской Республики, лидер фракции КПРФ Евсеев Дмитрий Борисович и депутат Госсовета Чувашской Республики, лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Юрьевич Маляков. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»